ребята всем привет и всем привет ребята день рабочий закончился и мы решили кое-куда съесть нет и думал что скажешь куда мы решили съездить смотреть данюши автокресло мы уже выросли из люльки нам она уже тесноватая хотя рассчитана до полугода но дальнейшем у нас мальчик крепкий и высоким нет это до полугода это до полугода это для таких новорожденных и чуть старше написано было до полугода и он из него уже ему тому же у того сидит плотно ручки не помещаются уже и но поскольку мы любим ездить и на дальнее расстояние мы решили рассмотреть более комфортно и более большое более на более на длительное время да мы вам обязательно покажем покажем я думаю магазине можно немножечко поснимать потому что там большой магазин отзывы все хорошие мы там ни разу не были мы уже определились приблизительно с моделью и едем сейчас попробуем посадим туда ребенка если он будет чувствовать себя комфортно я думаю что мы приобретем да посмотрим может быть конкурентов еще одну естественно там такие конкуренты как всем известны крупный там рюмер там и так далее но выбрали мы не это кресло и потом расскажем потом расскажем почему если мы его купим даже снимем обзор я думаю него потому что кресло просто крутейшая мне кажется это но внешне она выглядит как трон какой-то донюша зовет и как 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 многие писали про это кресло как бизнес-класс самолета в самолете грязно она реально очень крутой и она рассчитана до спасатели спешат на помощь и она рассчитана на более длительный срок ухты какой спасайте малышей спасайте спасайтесь кто какой малыш спасатель и там сколько ну как производитель заявляет вплоть до 50 килограмм оно такое специально увеличенное очень комфортно отзывы просто сумасшедшие о нем не распространено здесь в россии и в европе как рюмер например как мне не рассказывал я часть информации просто решил но как всегда мы донюшек приветики приветики пока поэтому мы собираем сейчас выдвигаемся потихонечку хотя там уже принимался два или три раза дождь и с утра было у нас 12 градусов на улице ночью видимо холодно было все мы на сборах вот посмотрите здесь данюшек сидит в своем кресле это даже не кресло это люлька называется автолюлька и у него вот руки уже за бортом они уже не складываются туда не помещается и он вообще сидит еле-еле там бедолага надеюсь мы вернемся уже с покупкой поэтому танюшечка потерпи надо часочек ехать будем наверно туда малыш мой комарики покусали здесь его два комара сон как раз устал наверно сейчас будет спать часок да у него есть поспать а мы пока отправимся на погода неоднозначная ребят как всегда потому что ветер дует ледяной когда выглядывает солнце опять становится жарко душно должна она больше духа влажность как всегда в общем ничего нового когда ну да когда солнце скрывать сразу станет холодный ветер холодно поэтому не знал как ребенка одевать как самим одеваться пока данек вот так я его расстегнулась сейчас здесь он в теплом таком комбизике у нас и там еще у него внутри тоже штанишки легенькие легенькая кофточка все едем все покажем расскажем не сидит вот знаешь он вот это мне конец мне кажется что это не этот вот этот сейф макс где цвет написан вот такой вот магазин пришли вот они здесь очень много выбора смотрите ухты макс они на него прогулочные коляски крепления автокресел здесь миллион самокатик еще и до типа терморегуляции ну чему там отличается от не терморегуляции отличается они все отличаются дадим они вообще все отличаются терморегуляции да они но отличается честно говоря да вот это мне нравится колясок тут полно вот мы выбираем из американских из американского такой фирмы но чем есть несколько видов что ты скажешь давай вот такой мы выбрали трон просто для данюш какой-то данюш трон тебе так и головой крутит сейчас посмотрим вот его установим такой цвет шопинг шоп тур за креслами но она гигантским выглядит на самом деле но она очень комфортно по всем отзывам магазин просто огромен огромен все есть вот они эти реми развесные всем но они стоят но есть и недорогие но есть дешевые но под наши потребности гораздо дороже выходит все равно попробуем поставить как это выглядит все посмотрим мы уже приехали домой мне что-то занимается и мы решили перекусить вот у нас будет такая булочка наши любимые булочки зажарили ольга такая хрустящая отламывается легко внутри здесь все что было соусы чипотлу остренького добавили у нас есть мексиканский мне с работы привозили потом здесь помидорчики колбаска вареная сырочек огурчик здесь редисочка есть и айсберг салат сейчас мы будем с кофе поглощать эти прекрасные бутерброды и всем желаем приятного аппетита пока дания спит пришло время покушать нет времени объяснять жарите штуки скорее мы сейчас решили поесть попробовать вот такую вот штучку донатса не знаю это короче донатс куриные панировки с ореховой крошкой какая-то новинка только разогреть написано готова на полуфабрикат а как мы будем на сковородке или духовке на сковородке восемь-десять минут разогрейте немного растительного масла обжарьте тра-та-та сейчас посмотрим что это такое вообще даже не знаю первый раз такое вижу этикетка очень красивая прям вообще как это многие многие молодцы да молодцы конечно ребят ожидание вот такое вот ожидание реальность ожидание реальность ребята время у нас 21 25 отключили свет 20 минут назад вообще у нас редко практикует такое отключение света не знаю что с этим карапузиком делать потому что я сюда лампочку поставила у нас не купаны маленький да ну сосочку потерял не купаны спать пойдет наверно сейчас покормим его не знаю что делать электрик пешком идет до нас наконец-то света к нам дошла света это электрик он дошел пешком включил видимо рубильник в подъезде и и все дали себе заработала да все мы сейчас не знаю что решение на совете примем продолжать купать потому что мы уже воду наливали в процессе либо кормить и усыплять уже остыла вода полчаса прошло но вы наливать значит подумаем ребята у нас снова вырубили все выйти сумрака у нас опять вырубили свет я позвонил в диспетчерскую и там сказали что известно говорит уже у вас говорит кто-то сосед перестарался с какой-то розеткой или что-то сейчас пойдут разбираться ну это просьба на просьбу сообщить номер квартиры как бы они отказались мы не можем типа сказали вы ну так в это быстрее будет просто идет час электрик разбираться в эту квартиру ну в общем все стандартно а отказались назвать героя сегодняшнего вечера нашего капец как мы успели на не покупать только я не между просто представляете если бы свет погас во время купания да и чё вот тогда делать еще большой плюс что у нас дань не боится темноты он не плачет вообще все равно можно свет прям выключить и в темноте сидеть он не будет подсвечиваю фонариком чтоб снять видео это вообще темнота капец у нас есть там пара фонарей налобных там и так далее у телефона пока не сел но это не супер конечно время уже позднее хочется уже там пойти все свои дела сделать и время взрослых чтобы наступил но пока нет возможности сидим в темноте